Посещают хульные помыслы. Преподобный Макарий Оптинский. Никто не должен думать, что он виновен в хульных помыслах, ибо Господь есть сердцеведец и знает, что такие слова не наши, но врагов наших. Презирая его и вменяя за ничто влагаемые им помыслы, скажем ему «Отойди от меня, сатана, ибо написано «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи» Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. «Злоба твоя и слова твои обратятся на главу твою, и на темя твою сойдет неправда твоя в нынешнем веке и в будущем» Псалом 7, стих 17. «Перестанем судить и осуждать ближнего, и мы не будем бояться хульных помыслов, ибо причина и корень второго есть первое». Преподобный Иоанн Лествичник «Хульные помыслы умножаются и укрепляются от гордости и осуждения других, поэтому того и другого остерегайся, и хульные помыслы увянут» Преподобный Анатолий Оптинский «Дух хулы мучит вас. Не только мысли хульные бывают и поражают, но услышатся слова в ушах. Бес производит их. Делает он это для того, чтобы смущать вас и лишить вас дерзновения к молитве. И то имеет он в виду, не согласитесь ли на какую-либо хулу, чтобы ввергнуть вас в грех хулы, а потом в отчаяние. Против всего беса первое не смущаться и отнюдь не думать, что это ваши мысли, но прямо относить их к бесу. Затем против мысли и слов мыслите говорить противно. Он внушает худое о святом, а вы говорите «Врешь, лукавец, он вот каков». Так против всего и все говорите, пока не отойдут. Заключите так. Буде проклят хульник, и слова хулы да обратятся на главу твою. Ко Господу обратитесь с такую молитвою. Душу мою открываю пред Тобою, Господи. Видишь, что я не хочу таких мыслей и не благоволю к ним. Все всевает враг. Отгони его от меня. Когда ассирияне под стенами Иерусалима кричали к стоящим на стенах иерусалимлянам, произнося хульные слова на Бога и усиливаясь поколебать их в вере к Богу и в верности царю, Тогда благочестивый языкия не велел своим отвечать, а сам пошел в храм и молился. Так должны поступать и христиане во время обуревания помыслов. Не отвечай, не слушай, углубляйся в свое сердце, призывай имя Господа Иисуса, ограждайся крестным знамением, внешне и внутренне. Святитель Феофан Затворник Сомнения все равно, как блудные помыслы и хулы. Надо презирать, не обращать на них внимания. Презирайте их, и враг-дьявол не выдержит, уйдет от вас, ибо он горд, не вынесет презрения. Преподобный Варсонофий Оптинский Не может один и тот же ум и словословить Бога и хулить. На такие мысли не надо обращать внимания, надо выбрасывать их как ссор, как нечто постороннее. Если же какая-либо дурная мысль неотступно приходит на ум и сердце к ней прилепляется, сочувствует ей, тогда надо приложить все силы, чтобы выбросить ее с помощью молитвы Иисусовой и исповедания старцу. Преподобный Никон Оптинский Преподобный Никон Оптинский